Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру И мы продолжим разговор о проповеди пророка Осии и обратимся сейчас к седьмой главе его книги. Здесь продолжается то, что было сказано в предыдущих главах и удивительным образом о тех бедствиях, которые постигают народ Божий, про который было сказано истреблен будет народ за недостаток ведения, потому что они Бога не знают. Вот примерно об этом же вдруг Бог говорит как о врачевании, в котором все-таки что-то живое, что-то неповрежденное еще сохраняется. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема». И вот они поступают лживо, разбойник грабит по улицам. То есть все, в общем, то же самое, что и другие пророки, и другие главы. Смотрите, что здесь есть своеобразного и важного в этот момент. Во-первых, Господь говорит, они не думают в сердце своем, не помышляют, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, и они перед лицом моим. Окружают их дела их. Понимаете, ну, каждый из нас, вне зависимости от особенностей личной судьбы, может быть призван подумать об этом, представить себе, что вот ты стоишь перед Богом, не причёсанный, белый и пушистый, как ты хотел бы предъявиться Богу, а окруженный настоящими своими делами, своей человеческой глупостью, предательством, низостью, грабежом, насилием, бездумностью и много-много чем ещё, вот они перед лицом моим. Господь говорит настойчиво практически в каждой главе этой книги, надо искать лица Божьего, надо каяться в своих грехах. Необходимо, потому что без этого, да, вот признать себя виноватыми и взыскать лица Божьего, потому что без этого ты стоишь перед Богом, и Он помнит все твои злодеяния, и они окружают тебя. Ты иначе от этого не избавишься, а поскольку Бог видит правду, то и судит Он по правде, то и то, что происходит с нами, определяется этими самыми нашими делами. Дальше следуют некоторые обличения начальствующим народа, царя, князей, прочих царетворцев. И некоторый вывод в 7 стихе, Господь говорит через пророка, вот они распылены как печь, пожирают судей своих, все цари их падают. Ну, в общем, здесь изображается картина примерно такая, знаете ли, как какие-нибудь, мы вспоминаем бунты времен Алексея Михайловича или его предшественников, когда вот там каких-нибудь бояр выбрасывают на растерзание толпе, вот пожирают судей своих, и цари их падают. Здесь в устах пророка Осии примерно вот описываются такие бунты, которые, правда, одного за другим пожирают лидеров народа. Судьи в данном случае имеются в виду не те, которые являются там какой-то очередной ветхью власти, а те, кто являются начальствующими в народе, в таком скорее маисеевом смысле слова. Вот, все цари их падают, и Господь говорит, и никто из них не взывает ко мне. Вот что поразительно. Все цари их падают, и никто не взывает к Богу, потому что Богу не всесожжение, нужны не всякие вот эти вот дела громогласного благочестия и жертвоприношения, а знание Бога, а обратиться к Нему дела не дают. Дела их не дают, не допускают их обратиться к Богу своему. Вот, оказывается, какая штука, Господь говорит, они все падают, у них все разваливается в этом царстве самарийском. Все разваливается, и никто не обратит, не взывает ко мне, к тому единственному, кто в самом деле мог бы что-то сделать и что-то изменить, если ты признаешь себя виновным, будешь искать Бога. Ефрем смешался с народами, и гордость Израиля унижена, и все равно они не обратились к Господу Богу своему. Оказывается, речь далека не только о царях. Оказывается, это и весь народ, вся, так сказать, масса, от мала до велика, от первого до последнего, в унижении перемешан с языческими народами, что, конечно, для правил чистоты, к которым привыкли иудеи, выглядело совершенно невозможным. Вот гордость Израиля унижена, и все равно они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его, потому что для этого надо менять свою жизнь, для этого надо меняться самим внутренне. И вот Господь говорит о том, что они больше согласны на позор, гибель и разорение, но не обращаются к Господу Богу своему. И вот напрямую, продолжая то, что он говорил в первых главах, где, как вы помните, речь шла о символизме неверной жены и народа Божьего, где речь шла о том, что Осия не прогоняет и не отдает на казнь неверную жену, но поддерживает ее, даже когда она где-то там загуляла, деньгами, еще чем-то, и принимают ее обратно. Вот здесь Господь говорит горе им, что они удалились от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. Речь идет о том, что действительно в избранном народе довольно много, особенно в верхних слоях, прибегали к разной магии, гаданиям, ясновидениям, приносили жертвы, какой-то чепухе, которые там на востоке ближнем поклонялись, всяким этим валом и прочей дряни, о которой неинтересно говорить. Да, вот, и думали, что от этого что-то такое еще происходит, от этого мы не совсем еще погибли. Бог говорит, это я спасал их, это я их спасал, а они все врут, они ложь говорили на меня, не взывали ко мне сердцем своим. Тоже чрезвычайно важная ведь вещь. Речь идет о том, что Бог различает, когда мы обращаемся к Нему устами, когда мы потоки слов, как потоки Елея, изливаем, и когда мы вызываем к Нему сердцем. Вот что тоже очень важно в этом тексте, заметить и запомнить. Бог различает вот это вот ля-ля-ля, биение языком и обращение сердцем. И никогда не путают одно с другим, и не принимают одно с другое. Вот что чрезвычайно важно. Не взывали ко мне сердцем своим, говорит Бог, когда вопили на ложах своих. Они вопили, они действительно вопили, слова много, эмоционально били себя, может быть, пяткой в грудь и все такое прочее. Но сердцем, нет, не обращались в диалог с Богом. Бог это видит, Бог это видит, и Он откликается на то, что ты говоришь сердцем. А если ты сердцем молчишь, или сердце твое далеко отстоит от Бога, ну, что теперь? Они обращались, но не к Всевышнему, и стали как неверный лук. Стали как неверный лук. Я вразумлял их, укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня, говорит Господь. Обратите внимание также на то, что Бог свидетельствует, что несмотря на отвратительный, блудодейный характер жизни израильтян, еще раз повторю, речь о блудодействии идет в смысле язычества, магии, обращения к всяким выдуманным сущностям, и, конечно, коварство и насилие в социальной жизни. Ну вот, при этом это действительно губительно, в этих делах мы не можем обратиться к Господу Богу нашему, и Бог говорит о том, что Он не слышит нас, но на самом деле и не выпускает нас из поля зрения. И вот в данной истории, когда цари Самарии все хорохорились и пытались оказать сопротивление внешним врагам, они по, эти цари, по своему внутреннему устроению, конечно, бессильны и должны рухнуть. Но Бог говорит, но я не допускал этого, я все равно поддерживал их, хотя это неправильно, несправедливо, и они этого не заслуживают. Но они обращались не к Всевышнему, стали как неверный лук, который обязательно дает промах. Неверный лук – это лук, который никогда не может попасть в цель. Кстати, обратите внимание, этим образом попадание мимо цели пользуется потом, через примерно восемь столетий, апостол Павел, когда говорит о грехе, называя его словом хамарти, по-гречески, что тоже означает попадание мимо цели. Вот кривой лук, ты не получаешь того результата, которого хотел бы добиться. такой вот общебиблейский образ, который, как вы видите, мы можем найти от пророка Осии до апостола Павла. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...